Что можно сказать о философии? Есть некоторая научная концепция, которая противопостоит второй концепции, которую я назову экстатической концепцией. Что такое научная философия? Что есть некоторые знания, которые философы против лица своего добывают. Оказывается, тем самым, что современная философия и то знание, которое мы добыли в настоящий момент, отрицает или улучшает знания, добытые от будущего поколения. В этом смысле можно сказать, что Платон и Аристотель по отношению к нынешнему уровню являются всего лишь недофилософами. Тем не менее, это не так, кажется. И на эту точку зрения можно взглянуть с такой позиции, какая распространена в сфере математики. Но в самом деле, эвклидовая геометрия построена эвклидом и практически в точном и неизменном современном мире в виде. И она после этого нисколько не изменялась. В этом смысле и говорят о некой концепте, некой концептуальной завершенности какой-то рода дисциплины. Это первое. Таким образом, можно попытаться посмотреть на отдельные философские учения, как на нечто законченное и совершенное. Ну вот, законченное и завершенное в себе. Таким образом, как и в культуре геометрии. Очевидно, что гегельское представление о том, что есть некоторая истина, которая в различных своих этапах воплощается в учениях различных философов, как раз является ободвинутым рассмотрением подобного представления дела. Вторая точка зрения, которая состоит в том, что в философии есть нечто экстатический опыт. Ну, когда мы, например, читаем стихи, мы испытываем определенного рода переживания. Это переживание ни в коем случае не связано с тем, какие стихи мы читаем. Цветаева, Мандельштам, Риль, Гомера или кто-либо еще. Есть некоторый внутренний духовный опыт сознания, который очень слабо привязан к тому, что мы делаем. И в этом смысле оказывается, что любой философ совершенно безвестный, написавший пять или шесть строчек даже на нашем сайте, он оказывается полностью равномочен или эквивалентен, скажем, Аристоте или Платону. Потому что неважно, о чем ты говоришь, важно, как ты говоришь. Важно совершенно специальное отношение к предмету и знанию, которое является и называется философским. Вот это второй способ, который прямо противопоставит в первом. Отсюда, кстати, понятно, почему люди, которые приходят на наш сайт часто, приходят с определенного рода опломбом. Этот опломб ни в коем случае не основан, как правило, на знании, хотя они пытаются взять его за знание. Он основан на том, что это экстатическое состояние, называемое философией, им абсолютно доступно. И с этой точки зрения они полагают, что они могут вещать определенного рода истину. Это ситуация экстаза. Мы видим, что она радикально и кардинально противоположна первой точке зрения, которая предполагает, что философия – это некое особое знание, которое надо в ходе лица своего добывать. Ну вот Александр, нам на самом деле, по всему, расскажет прямо нечто третье, не имеющее к этому закону. Ну я бы сказал, что здесь нет противопоставления между двумя этими позициями. Во внуки же есть. Но между наукой и поэзией. Есть противопоставления между наукой и поэзией? Дело в том, что... Ну, да, конечно, разные способы познания. Но вот между двумя представлениями о философии, как о наборе теорий, и о философии, как высказанном личного мнения, большого противопоставления нет. Это не о личном мнении. Понимаете? Просто личное мнение здесь, то есть некоторый концепт, он прилагается к этому экстатическому состоянию в качестве примера. То есть есть некоторое переживание, есть некоторое специальное... Здесь разница только в том, что... Это же экстатическое состояние было и у Гегеля, и у Аристотеля, и у Платона, и у всех философов. И разница между хрумчанином, который пришел и заявляет, что вот он сейчас нам откроет истину, и между Гегелем практически только в продукте. То есть у них одинаковое состояние, одинаково уверены в том, что они правы, они одинаково уверены, что им открылось что-то такое, что неизвестно другим. Вот на данном этапе, в принципе, как и каждый поэт, вот до того, как он начал писать, они все одинаковые. И философы, до того, как они начали писать, они все одинаковые. Им всем одинаково доступна истина. Вот это состояние истины, открывшейся им. И разница только в том, что один написал несколько строчек и посчитал, о, это истина, другие почитали, что это такое. Другой тоже написал несколько строчек, ну, Томик. Вот. Я сказал, это да, это что-то. То есть в данном случае критерий только один, внешнее восприятие. Если тебя воспринимет 10 человек, 100 человек, 1000 человек, ты стал Гегелем. Если тебя послали сразу же далеко 10 человек, которые присутствовали на форуме, ты никто. Но по внутреннему состоянию между ними нет разницы. И предмет у каждого из них, вот этого философа свой, один, это свое представление о мире. И разница лишь только в том, что у Канта этот предмет чуть побольше. Повторясь идет, у человека, который занимается, ну, какой-то, математикой и физикой, вот есть подобного рода представления о экстатическом состоянии? Или все-таки они добывают... Ну, дело в том, что в какой-то степени есть. Я думаю, что очень незначительные. Очень нет, но незначительные. Они добывают некоторые знания. Это знания они потом подъявляют людям в качестве некой истины, некоторого результата. Также можно посмотреть на философов, но Гегель же явно не говорил о каком-то экстатическом состоянии. Ну, дело в том, что говорить, не говорить, это без разницы. Главное, что результат какой-нибудь. А эти философы получаются результатом. Да, а есть ли люди, которые, например, прямо смотрят на Канта, таким образом, например, тот же Миши, как совершенно на существо лишенного какого-то экстаза? Ну, это не принципиально. В данном случае работа, которая проделана была над домиком логики, это действительно большая работа, в отличие от написания комментариев в форуме. Но по исходным смыслам, то есть по предмету и по исходным посылам, это все одно и то же. То есть вы больше как к экстатическому склоняете? Что никакого знания как такового философского нет. Да, если есть специальное философское отношение к действительности. То есть есть философское мышление некоторое у каждого человека, который философствует. И, скажем, когда Иванов, Петров там философствует какой-нибудь, то его состояние в этом не сильно отличается от Гегеля. Просто степень глубины проработки вот этого философствования. Хорошо. Мы к этому, пока это мы... Что с моим видением завершаться, чтобы вы имели возможность рассказывать, давайте просто... Да, давайте все-таки вернемся к нашим основным вопросам, это которые возникли споры у нас на сайте по поводу релятеризма в философии. Мне хотелось бы, прежде всего, вопрос задать. Что такое релятеризм? Относительность. Свободный относительность. Равноправность. Лучше говорить. Релятеризм значит равноправность. Скорее всего, нет. Вот, наверное, с этим и связаны все наши споры. И если вы возьмете физики, физики, что такое релятеризм, это неравноправность. Это... Как бы думают... Что такое теория относительности? Это все относительно. Но это неправильное понятие релятеризма. Релятеризм это все относительно чего-то. То есть всегда мы должны сказать, не просто все равноправно, нет никаких критериев, не все, а любой критерий только относительно какой-то системы. То есть что такое релятеризмская физика? Мы можем провести измерения только в конкретной системе координат. Нет ни размера, ни времени, ни одновременности, просто само по себе. Да, да, да. А только конкретно. То есть вы считаете, что нет абсолютной системы координат, это у людей? Нет, ну по крайней мере, с тем физики. Что такое философия? И физики понятно, а философии. Отсутствие сидел. И философии, естественно, тоже нет. Именно, что-то, но и критерийская теория относительности, это координаты и скорости, они относительно ускорения абсолютно. И большое количество других вещей абсолютно. Законы физики. Во всех системах отчет одинаково. Тоже вопрос. Тоже вопрос. То есть если говорить, развивать дальше принцип релятеризма, то, скорее всего, можно будет ввести, я вводил понятие, абсолютной относительности. То есть абсолютного релятеризма. Глобальный принцип относительности. Когда, например, даже ускорение, да? Другие производства. Глобальный принцип относительности. Нет. Глобальный принцип относительности утверждает то, что мы не можем фиксировать какие-то изменения, сравнить физические изменения в разные моменты времени. То есть мы можем в данный конкретный момент сравнить что-то, а мы не можем сравнить что-то, происходящее сейчас, и то, что происходило сто лет назад. И утверждать, что законы физики не изменились с тех пор. То есть мир меняется так, что меняются синхронно все законы, и они всегда будут согласованы. Вот. Это глобальный принцип относительности. Но... Его нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Вы же понимаете. Можно. Можно. То есть можно... Это, скажем, совершенно не рефицируемым. Конечно. Нет. То есть это, скажем, принцип такой, действительно больше философский, чем физический. Вот. Но на основе его можно очень много чего отрицать какие-то идеи, которые... Ну, скажем, представление о количестве энергии Вселенной. Вот можно сразу сказать, что принцип сохранения энергии, он нам гласит всего лишь, что локально, сколько энергии пришло, столько ушло. Но он не может говорить, что сто лет назад в этом же взаимодействии было такое же количество энергии. Но было пропорционально. То есть сохранение пропорциональности некоторой... Ну, то же самое, скажем, когда мы тысячу лет назад продавали мешок зерна, мы заплатили какие-то дублоны, да? И сейчас я мешаю мешок зерна, и получаю какие-то рубли. Я не могу сказать, что эти дублоны равны этим рублям. Есть некий эквивалент, эквивалент сохранился. А союзное значение не сохраняется. Вот. И поэтому вполне возможно предположить, что в начале Вселенной энергии равняется нулю. А по современным представлениям, без введения принципа глобальной относительности, оно же будет такое же ровно, как и сейчас. Ну ладно, мы отошли. Нет, мы не отошли, это как раз это... Ну, это где-то... А, ну, естественно, продолжать... Потому что это и есть собственная амития. Продолжать с физикой. Мы-то как раз... Что, все, все, можно. Любое утверждение, любое измерение, любая норма, любое, этическое, юридическое, всегда фиксировано относительно конкретных систем и координат. То есть нету морали вобще. Есть в данной религии, в данном обществе, нету юридических правил вобще, в данном государстве конкретном. И нет истинности суждения вобще. Любое суждение истинно только в системе координат, где установлены некие аксиомы, где установлены правила ВВД. И это и есть амитизм. То есть амитизм не просто... Все разное. А именно то, что... Все, что мы утверждаем, что бы мы ни говорили, что бы мы ни взяли, оно всегда только относительно чего-то. И это... И развитие идет дальнейшее, что если мы указываем на какой-то объект, то этот объект имеет смысл только относительно субъекта, на который ему он указывает. Нет никаких объектов вобще. Это дальнейшее развитие принципов амитизма, о котором мы еще не обсуждали. Ну смотрите, вот сразу. Есть объекты, которые подчиняются закону времени, да? Ну понятно, все материальное подчиняется. А есть объекты типа вот идеи, мыслей. Они же не подчиняются в роде времени. Они как всегда считают, что они являются вне времени. Дело в том, что это как раз как с энергией, потому что мы не можем это проверить. Вот это то, что нам дано вот сейчас конкретно. И мы не можем утверждать, мы не имеем права утверждать, что эта идея у Платона была точно такой же. Это вопрос в том, что вот относительно субъекта, который это утверждает... Опыт-то говорит, что, например, что и в Африке закон сохранения энергии, в инерциональности, на счетах соблюдается. Вот это же, что соблюдается. В любом измерении соблюдается. Но это говорит о том, что в данном месте, в данное время, в данной системе координат это соблюдается. Но это не утверждает, что это же значение энергии, которое сохраняется в этом взаимодействии, в другом месте, в другое время будет таким же. Мы не имеем права сравнивать. Но это не важно. Так нет, революциалисты не на кто-то и делают. Не важно, как они панармированы. Не важно, как они панармированы. Мы не имеем права сравнивать. Это как раз вопрос об идее. Мы не имеем права сравнить, какая идея была у Платона и с нашей. А тогда мы понимаем вообще его идею? Нет, мы понимаем то, что понимаем мы. То есть нам кажется, то есть мы скажем, мы связываем воен, когда читаем Платона, свою идею с этим текстом. А вот тогда сразу же вопрос. И как мы им право сказать, что это то же самое? По поводу релятивизма. Известный парадокс Близнецов, да? Один улетел на ракете, второй прилетел. Я не готов это. Вопрос, кто из них старше? Я не готов обсуждать это. Это парадокс очень сложный. Парадокс на самом деле простой. А парадокс состоит в том, что тот, кто ускорялся, тот моложе. Это, опять же... А почему это возникает? Нет, давайте просто в данном случае нужно сказать это по теории относительности. Согласны вот этим. Прадокс очень важно. Откуда это возникает? Возникает из того, что мы в какой-то конкретной точке обязаны синхронизировать. А поскольку у нас про скорость мы не можем сказать, то для нас есть одна абсолютная величина, это ускорение, к которому работали реликтическая теория относительности, это атака к культурной деятельности. Именно она дает молодость. То есть ускорение, а не скорость, как некоторые думают. Дело в том, что... И относительность абсолютно. А почему мы знаем, что ускорение абсолютно тоже? Ну вот это... Дело в том, что если мы возьмем общую теорию относительности, то в данной точке, в которой находится в искривленном пространстве, там все равно скорее на нулю равно. То есть скорее может быть всегда равно нулю. Я говорю только по общей теории относительности. А почему да? Просто мы когда говорим об релятивизме, это как бы специальный период наследства Эйнштейна. И вот в ней так, в ней очень много абсолютных величей. Если изводишь некоторой конкретной теории, а вообще не через фрегафари. Нет, нет, дело в том, что давайте даже если говорить о физике, то есть вообще и о познании. Всю историю познания, и в частности научного, мы видим как отказ от абсолютных идей и движение в сторону релятивизма. Только Земля не плоская, круглая, нет, вверху, вниз. Значит, что еще? Солнце двигалось вокруг Земли. Тоже решили абсолютно. Да, теперь она покоится относительно звезд. Да, то есть лишились абсолютно. Решились абсолютно в теории относительности. Лишились абсолютно, когда появилась теория эволюции. Считалось, что абсолютно создал, нет, вот они изменяются. И так мы движемся. Веретовские миры тоже. То есть все, что мы движемся, и в принципе логичное продолжение теории относительности, которое было развито в философии абсолютного эволюционизма, приводит к тому, что нет не только абсолютности, а вообще времени абсолютности нет. То есть еще и у Штейна, еще время было некоторое, мы не могли только сказать абсолютную одновременность. А тут вообще мы не имеем права говорить о времени вне субъекта. У каждого субъекта свое время и свое пространство. А проблема сводится к тому, как мы их стыкуем. Ну да, все сводится к тому. Есть ли некие абсолюты, некие абсолюты в философии? Вот. И тут ставим тогда вопрос такой. Что является предметом философии? Вот если мы рассмотрим, признаем, что предметом философии является мышление познающего субъекта, и ничего им другое не дано, то тут же оказывается, что и нет никакого абсолюта. Можно, конечно, говорить, что, ну, скажем, можно приравнивать Тютькина, у которого дан его мышление маленькое, да, и не приравнивать Гегель, и сказать, что Гегель был доступен как-то, абсолют какой-то. Или Платон, или Канту. Где-то они там подключились. Ну, такой образ, да, что они, не они творцы, а ими творится что-то. Но тогда встает вопрос. Если они были подключены к какому-то абсолюту, то почему они писали разное? Потому что так абсолюты, да. Значит, 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 им не был доступен абсолют как весь, а каждый выделял какой-то кусочек его. Да, именно так. Вот. И поэтому мы получаем вот такое разнообразие теорий. В принципе, ну, нельзя... И лишь там вопросу стоял, теперь... Да, и поэтому, если нам, если мы хотим иметь максимальное представление об абсолюте, он нам не доступен. То, значит, мы должны познакомиться со всеми теориями, начали все равноправны. И тогда мы только как-то... И вот как раз на эту тему был вот мой пост про аналогию с деталью, большой деталью и ее проекциями. Да, то есть вот есть некая деталь, которую мы не знаем, неразмерность этой деталью, мы не ничего не можем сказать. И все, что мы говорим, это проекции. То есть наша логика, наш язык, наш способ представления, это проекция. Какая проекция правильная, какая неправильная? Все проекции правильные. Единственное, что если деталь вот такая, да, что кто-то посмотрит вот так, у него будет маленькая плоская проекция, одна линия. Он говорит, ой, я вижу вот эту деталь. А разница, но это нельзя же сказать, что дважды два равно пять, это неправильное, что это тоже проекция абсолютно. Нет. Есть законы черчения. Вот когда ты чертишь... Да. Законы проекции. Да. То есть нет, не законы проекции. Мы не знаем детали. А законы проекции черчения. Если ты на чертеже видишь вот такое, ты знаешь, что чертеж неправильный. Да. Независимо от детали. Так вот, логика говорит нам, вот все линии должны быть замкнутые. Если где-то линия зашла, должна быть пунктирная и прошла, да? То есть вот законы черчения, это оточисляется как с логикой. То есть мы законы построения чертежей. То есть ты берешь любой чертеж, любой детали, которую ты не знаешь, и берешь одну проекцию. Ты про этой проекции ничего не скажешь об этой детали. Но ты можешь точно сказать, правильный этот чертеж или неправильный. Так вот, любая философская система, логика обеспечивает ее правильной замкнутостью. Но насколько она соответствует детали, это очень большой вопрос. И никто не знает. То есть любая логика, это всего лишь правила построения чертежей. Наши логические. И если, да, действительно, может быть, некий экзотический взгляд на деталь, который видит только одну какую-то грань, а может быть, это такой вот ценный взгляд. Поэтому мы и из этой аналогии про детали... То есть все-таки не может быть. Может быть, только, значит, единственные ошибки, которые бывают, это ошибки и вот такие логики. Ошибки в логике, да. То есть ошибки и ошибки... Скажем так, если человек вырос до зрелого возраста, получил образование, культурный человек, образование до той степени, что он может писать философские тексты, то есть знает правила чертежа, да, вот, и построил какую-то систему, свою проекцию, это уже достаточно, что считать, что человек что-то отображает. То есть если мы берем псих какого-то, то ясно, что у него может быть что угодно. Но если человек просто образованно дошел до той стадии, что он может писать философские тексты, значит, то, что он отображает, он уже как-то отображает мир. А следующим шагом, наверное, у вас будет то, что такого некоторого абсолютного знания, которого все люди отражают, его не существует. В принципе, не может быть. То есть если мы берем вот некая деталь, да, мы ничего не можем сказать, и огромное количество проекций, вот... То детали нет, а проекции есть? Нет, детали-то есть. А все-таки есть. Мы не искать ничего не можем. То есть именно вот тот кусок пирога, которого отнимают каждый философ и отражают, то есть мы скажем, мир есть. Мы безумно отрицаем, что мир есть. А вот каков он? Он представлен нам проекциями. Эти проекции, может быть, и бытовые, вот то, что мы видим, да, но в принципе есть более сложные проекции, это философские проекции. И каждый философ видит некую часть деталей, да, то есть говорит так, допустим, у нас детали. Тогда еще такой вопрос. А математик или физик, он отражает вот ту же самую действительность? Здесь сложнее. Или психолог, что еще? Наука, то есть математика, это в принципе возможные правила по сравнению чертежей. Ну что? Это логика. Это вот, если можешь придумать еще какое-то правило, правило, что вот линия что-то не пунктивная, а еще вот такая винтовая, и она должна вот так-то замкнуться, вот, это некое правило. Мы попользуемся. С наукой там сложнее. Мы, наука, изучаем проекции проекции. То есть вот все наши вещи, которые нам даны пространственно, и во время пространства, и во времени, это уже некие отражения, да, абсолютно, скажем, ли мира, это некий вот объект. И есть некие закономерности уже в отношении в этой проекции. То есть, скажем, вот есть проекция нашего физического мира, вот скажем, вот мир, они ничего не знают. Это вот философские отражения. А есть вот единое для всех этих философов, в принципе, еще одно отображение, которое заполнено объектами. Объектами. То есть вот объектами. И наука занимается анализом соотношения вот этих. То есть не вот этим. Философы занимаются этим, а абсолютно, скажем, вот абсолютно, да, а ученые занимаются отображением. Это абсолютно на плоскость нашего пространства. То есть это сложная, то есть это длинная история. Все-таки философия вы настаиваете, что это наука, опознание Бога? Это не наука. Ну хорошо, это способ описания Бога. Нет, не Бога. А если абсолютный выник, это значит вас? Дело в том, что в некоторых, для некоторых философов, это Бог, для некоторых это материя, для третьих это ум, для четвертых это брахман. Это брахман. Не его так назвать. Брахман. То есть некий абсолют, и каждый называет его по-своему, и разница всего лишь в языке описания и в ракурсе, в котором он описывает. То есть любой философ самый странный, скажем так, мягко, который пользуется некоторыми правилами логикой, то есть описательные языка, он всегда рассказывает, что-то содержательное об этом. Что-то содержательное об этом. Подобно тому, как если, прошу прощения, поэт научился писать, записывать свои языки, то любой поэт высказывает... Ну, в данном случае, конечно... От лица Бога говорит любой поэт. Так и философ. Можно говорить... Ну, можно, да. То есть можно... Пайни говорит от лица Абсолюта, да? Согласны, что говорит от лица Абсолюта, а не о Абсолюте? Да. Да, можно сказать. Но это был бы, скажем так, банальный релятивизм. То есть констатация факта, это, что все теории равноправны. Все теории каким-то образом проецируют некое представление о мире, об этой большой детали, об этом Абсолюте. И сказать мы можем... О нем ничего не можем сказать, а наше говорение – это все лишь проекция. Вот это такое банально. И там дальше, вот в этом посте про деталь, там было следующее. Самое главное, что как нам получить максимальное представление об этом детали. То есть если мы находимся сами по себе, мы уже имеем это... То есть наша философия – все лишь тождественное описание нашего мышления. Оно истинно для нас. Вот. Если я хочу узнать что-то больше, я должен поинтересоваться этой проекцией, этой проекцией, этой проекцией. Все проекции будут же в вашем интерпретации, они опять же будут только в вашем... Да. Да. Это обожение всех проекций. Да, да, да. Но это очень сложный момент, естественно. Но есть небольшая разница между отрицанием всех проекций, кроме моей, и признанием, что в этой попытке что-то увидеть, кто кроме моей. А можно ли увидеть, если... И... Вот в чем проблема. Возможно ли понимание вот других проекций? Вот у вас есть одна проекция. Адекватного нет. Есть возможность расширения своего понимания. За счет. То есть здесь нет... Я не говорю о том, что если я почитал Гегеля, я прибавил его понимание к своему пониманию. Я говорю о том, что если я почитал Гегеля, и почитал Канта, и почитал баутийскую философию, я расширил свое понимание, читая их. Но я не утверждаю, что я их понимание. Но свое я расширил. И здесь есть некий критерий. То есть, слово говоря, Гигнель и Будда – это всего лишь предлог. Предлог для расширения, даже не предлог, а инструмент для расширения моего понимания. И дальше есть некий критерий, что я в мозгу у себя строю эту деталь. То есть, каждый у нас имеет ее, но если я занимаюсь многими другими теориями, я ее как-то уточняю, даже когда я сам работаю, она уточняется. То есть, сам написание текста – уточнение вот этой проекции, деталировка этой проекции. И если я, проработав еще с Гейгером, с Кантом, с Хайдегером, еще проработав эту деталь, в данном случае речь идет не о формальной проработке, не о формальном знании, а о неком понимании, таком интегральном, непроявленном, недискурсивном, доязыковом понимании. И если я, слушая другого человека, могу продлить его речь и поддержать на его языке, это критерий того, что значит мое понимание этой детали, все-таки чуть-чуть затрагивает и расширилось, и распространилось за пределы моего предыдущего понимания. Это моя любимая игра. Я предлагаю ему давать меня все местами. Вот сейчас мы с Гугузем начали эту игру, он согласился. Он опровергает, стал мою точку зрения, я опровергаю другую. Я иногда сам собой вот это делаю. То есть если человек может продолжить, если он упирается, говорит нет-нет-нет, вот только материализм или нет-нет-нет, только Бог, ну это все, это вот одна. Но если человек может поддержать разговор, значит это некий критерий в том, что он поближе понимает. Ну и плюс, конечно, критерием является, а может ли он сформулировать что-то новое. Вот здесь возникает самый важный момент, который мне сегодня хотелось бы затронуть. Вообще мы из всей книжки только сегодня первые 20 страниц. Ну и хорошо, я всегда лучше с вами. Значит, в чем положительный смысл всего, что мы обсуждали, и ревентивизма вот этого? Потому что раньше у человека было некое понимание. Он его высказывал в некотором слове, давайте в тексте. В тексте. И передавал это понимание, так скажем, ну, понимание другого. То есть эта схема приблизительно такая же, что был товар, деньги, товар древняя, схема товарного обмена, древняя схема интеллектуального, панитийного обмена. Культурного. Культурного обмена. Ну, скажем, ну, если не культурного, не всякого культурного, а именно языкового, ну, скажем, философского, да, философского. Вот. Со временем, со временем произошло перевертывание этой схемы. И в экономике, и в философии. То есть во что, во что у нас превратилось? У нас превратилось деньги, товар, деньги, штрих. Смысл экономики, смысл, стоп, я имею деньги, и я увеличиваю. И в философии произошло то же самое подмена. Текст, понимание, новый текст. Это, скажем, интегральный текст всех предшествующих, что я читаю. Я на философском факультете изучаю тексты одну, одну, вторую, третью части. У меня, получается, некое понимание, дальше я творю свой текст. И поэтому, на этом, заканчивается вообще философия. Но потом они его как деньги ради денег, как и текста. Текст ради текста. То есть получается, что человек получает философское образование для того, чтобы написать один текст, и дальше его... Получается псевдофилософское образование? Ну, да. Потому что он занимается, грубо говоря, гравателем текста. Ну, типа просто все. То есть у нас произошло вот такой перевертыш. И смысл философского и образования, и вообще всей деятельности стал видеть именно в написании текста. И от этого возникают проблемы. Ты написал текст, я написал, он написал текст. Тексты не совпадают. Все, как вы прописали. И, извините меня, то есть какой здесь может быть релятивизм, и как выйти из этого тупика? То есть, кажется, вот смысл философии тярится. Либо мы должны написать такой текст, вот, единый для всех, что невозможно, да? Вот. Либо как-то. Так вот, что у нас получается в нашей картинке, вот в этой, когда мы проекции рисовали? То есть, если я написал некий текст, но написал его только для того, чтобы как-то объективировать и представить свое понимание, то... А, наверное, даже не с этого нужно считать. Что если предметом философии является мое понимание, то и целью философии моей должно быть увеличение моего, расширение, углубление моего же понимания. А текст – это промежуточный этап. И тогда, я написал текст, приблизился к этой детали, неким образом детализовал ее. При этом я смещаюсь автоматом. Проекция. То есть, чем больше я что-то детализирую, тем это... То есть, плоскость изменяется, да? Я должен написать следующий текст, да, следующую плоскость. Еще. И тогда получается у нас формула такая, что понимание – текст. Понимание – штрих. Дальше текст – штрих. И так далее. То есть, интерактивное, в общем, отношение, да? Это не интерактивное, это видение... Текст видеть как инструмент. Текст видеть как промежуточный этап. И тогда не возникает проблем, почему у нас тексты не совпадают. А они не должны совпадать. Это те инструменты, которые этапные. И моя жизнь не заканчивается написанием некого текста. И мой смысл, значит, его отбросить. То есть, это некий такой произглашенный, там давно уже принцип, автокритический метод. То есть, я пишу, сам это анализирую, критикую, и дальше пишу следующий текст, может быть, даже опровергающий этот. Потому что цель – не написание текста, а цель – расширить свое понимание. Вот. И когда, значит, я сталкиваюсь с человеком, ну, скажем, пишущий другой текст, у меня задача не опровергнуть его текст, а пытаться как-то расширить свое понимание до понимания его текста для того, чтобы я смог так же писать, написать. Но когда я так написал, у меня вообще понимание уже чуть-чуть углубилось, расширилось, поднялось, там, тут здесь нельзя, оно неопределенное. Но все-таки текст для вас все-таки тоже обладает неким самостоятельным бытием. Да, это необходимый этап. Без него… Потому что, вспомним, да, Денис Борокина, который нас на форуме покинул, член из культурной информации. Там он речит согласование двух систем. Есть один понимающий физик-теоретик и другой понимающий физик-теоретик. Он одному другому что-то там на скомканной салфетке записал. А поскольку они хорошо образованы, он понимает, что там где-то скрит-штих, и на этом он воспроизводит весь кусок его построения целиком и полностью. То есть информация, оказывается, не обладает неким самостоятельным бытием, а есть и проблема согласования двух систем. Она находится в голове одного физика, другого. Это проблема коммуникации. Здесь немножко она другая. То есть я говорю все это относительно одного человека, одного философа. Просто это важно, потому что тут текст, то есть это информационное сообщение, это самое скомканное салфетка с карандашом, не обладает самостоятельным бытием. Нет, у текста два значения. Одно текст – этапность, объективация, шаг для самого философа. Не записав, он это не сделал. То есть это сделать проекцию, ее создать. То есть это вот, кстати, у кота вот такой бзик, что текст не нужен, философия просто так вот живет вот так вот. Нет философии без текста. А потому что, в отличие от вас, я думаю, считают, что есть абсолют. Нет вот такой... Ну нет, дело в том, что... А этому и не надо. Нет, в данном случае есть абсолют, нет абсолют. Дело в том, что если нет текста, нет философии. Просто нет. Ну, это что? Ну как, без текста нет поэзии. Я могу сколько угодно чувствовать внутри себя... Нет, разбирать... Ну, если я не написал ни одной строчки... Ну, у него речь, есть же речь, она все-таки как-то у него внутри... Нет, ну тексты речит одно и то же. То есть разрешение текста... Нет, только поэзии, если ты вспомнишь «Катапель», то у него речь – это то, что надо преодолеть. Ну, в данном случае, да. Но преодолеть ее нужно только объективировать, написав текст. Вот... Нет, у него-то реально просто радикально преодолеть. Не по способу. Ну, тогда это не будет философия, это у нее медицинская практика. Экстетическая... То есть это отдельный способ познания. Трансиальный способ познания, это отдельственный способ познания, когда я сажусь в медитацию и познаю. Это не хуже, не лучше, просто другое. Это не философия. То есть это, может быть, и более быстрый способ приближения к абсолюту, но это не философский способ. Так вот, у нас, я закончу, да, что... Один смысл текста, это вот эта стрелка, когда я объективирую свое познание, и другой смысл текста, когда я через текст вхожу вот в это познание, анализируя огромное количество текстов, написанных до меня. И смысл, в принципе, в этих текстах научного смысла нет никакого. То есть когда мы берем научную теорию, мы понимаем конкретно вот ее предмет и как с ее помощью что-то рассчитать. Философский текст, он для локального употребления. Для меня вот один текст, что подошло что-то, да, что-то, мы понимаем еще, но другой не подошло. И как самостоятельный, вот... Ну вот смотрите, если бы мир был единый, да, если бы он не менялся во времени, то, по идее, вот эта вот схема должна была привести к тому, что в конце вот где-нибудь образовался бы вот тот общий текст, да, интерсубъективный. Если бы мир не менялся во времени. Нет, даже не в этом дело. Дело в том, что... Но в конце концов появился, потому что вот как вы пишете, каждый раз текст штрих, но поскольку мир один, то он как бы приближался относительно... Давайте тогда я продолжу аллегорию с деталью. То есть вот у нас есть проекция. Нет единой проекции. Той, которой... Вот нельзя придумать ту позицию проекции, то есть теория это всегда проекция. И нет такой проекции, на которой была бы адекватная деталь. Ну вы же видите, они же выражаются в текстах. И в конце концов вы из текстов создаете новые тексты. Да, да. И каждый раз бы текст усовершенствовался бы, и за что... Абсолютно бесконечно. Нет. Сколько бы текстов не было... Любой текст это проекция. Любой текст проекции. А проекция никогда не равна детали. Никогда не равна детали. Понимаете? Либо мы должны сказать, что текст равен. То есть, иначе говоря, когда мы чертеж машины делаем, чертеж, конечно, машине не равен. Один, один. Но все те же же машины есть? Нет. Вопрос в том, что для того, чтобы иметь представление о машине, нужно как бы уже три проекции. На одной текст это одна проекция. Любой текст, любая теория это одна проекция. Так вот, на одной никогда не будет. А какие еще две? Полного представления. Нет. Это я говорю про машину. А если мы говорим о детали большой буквы о мире, то там проекций много. Не, ну представьте, вот человечество это огромный муравейник. А и вот все эти проекции, какие только могут, они там эти проекции ищут. В конце концов, этот муравейник мог бы в каком-то едином тексте соединиться и создать абсолютный текст. Нет. Дело в том, что текст, он логичный. Не, логичный, конечно. Логичный. Да, значит. Ну, как Иван, когда-то как-то написали его. Нет, значит, он подчинен правилам черчения. На нем все линии должны сойтись, и все должно быть по правилам. Для того, чтобы это было, это должна быть одна проекция. Одна. А на одной проекции никогда не будет, одна проекция не будет никогда адекватной детали. То есть утверждение, что существует единая, вот эта правильная теория, это значит, что она тождественно мил. Можем ли мы сказать, что теория, некая ограниченная логикой, ограниченная постулатами какими-то, какими-то металлогическими установками, может быть тождественно мил? Никогда тождественно. Тождественно, наверное, нет. А если она не тождественно, значит, она всего лишь одна из проекций. Но в смысле приближения какого-то? Нет. Мы же, в конце концов, практика наша доказывает, что все наши теории каким-то образом относятся к миру. Да, да. Каждая научная теория как-то с какого-то боку не полностью отражает свой предмет. А в итоге движение в этом смысле, это прогресс? Нет. Есть прогресс в том, что мы имеем 3-4 теории предмета. Вот скажем, у нас есть человек, да? Мы должны иметь теорию биологическую, психологическую, этическую, философскую, разную. То есть мы не можем иметь одну проекцию человека, вот одну логическую систему, которую полностью описывал человек. Даже на человеке невозможно. Мы должны иметь много. Если мы хотим иметь максимальное представление в объекте человека, максимальное представление, мы должны иметь много теорий, много проекций. Как мы должны иметь представление о грузовике, да? Мы не можем создать какую бы детальную проекцию, одну бы вот теорию создали бы, она не будет отражать полностью. Нет, теорию одной не надо создавать. Пусть будет много теорий. Много. Но тем не менее, эти все много теорий в каком-то пределе к чему-то стремятся. Они будут одной теорией. Теории одной не будут. Вот, так я продолжу. Так вот, значит, если человек, скажем, максимально проанализировав все проекции, появил в голове у себя максимальный абсолют, он не может создать еще одну. Он понимает, что вот если я создам еще одну, это будет всего лишь, а как Тюткин написал. А если я создам еще вот такую, а это будет как Гегель, а это будет как Кант. Единственное, что может сделать человек, которого действительно постиг, все равно это должен один человек сделать. Теория не может написать много людей. Он максимум, что может, он может так сказать, что вот если я вот здесь сделаю отражение, вот здесь и вот здесь. И вот это будет, ну вот, максимально, что возможно, что могут люди понять. Все равно будет в конечном итоге несколько теорий. То есть несколько проекций, которые вот чуть-чуть, при этом он всегда должен понимать... То есть просто у абсолюта фиксированное количество атрибутов? Нет, нифига, вообще нет. Для человека, для человека. У абсолюта вообще нет атрибутов. Нет, у вас получается вот эта теория, это абсолют, который... Что-то каким-то образом, чуть-чуть... Что такое атрибут по определению? Да, атрибут это то, как разум представляет себе абсолют. Нет, опять же цель, цель вот этих, скажем, трех проекций, сделать другому человеку представление об Абсолюте. Они неправильные. Они так же не верны, как и все эти. Верны так же, как все эти. То есть те вот, которые по краям, они думают, что они отражают истину, а этот человек думает... А этот человек знает. А этот отражает, что он не отражает истину, а только одно из... А он пытается людям рассказать. То есть он находит способ, как наиболее... Дело в том, что вот эти способы... Те думают, что они отражают истину, а он длилает способ по всему лишь рассказать. По идее, для всех, наоборот, людей не понимают. Да, да. Дело в том, что религиозные учения, религиозные учения, скажем, трансфориальные всякие практики, все... Они тоже вот под... То есть у них нет набора конкретного в Абсолюте, атрибутов в Абсолюте. Они какими-то намеками пытаются его как-то ограничить, показать, приблизить. Но когда человек его понимает, ему не нужны эти слова уже. Извините, пожалуйста. А вот, в смысле, вот, допустим, в плане, ну, конкретных наук, скажем... Вы считаете, что есть, скажем, какой-то прогресс в смене одних теорий с другими? Ну, конечно, есть. В науке-то, конечно, есть. Дело в том, что в науке... То есть здесь существенная разница в предмете. То есть у науки есть конкретный предмет. Более того, что наука сама порождает предметы. Сама порождает... То есть прогресс в науке однозначно виден в порождении предметов, которые до нее не были. Ни электронов, ни полей, ничего, то есть она порождает некие предметы. Естественно, в этом есть прогресс. А в философии прогресс может быть только в индивидуальном... В принципе, я более чем уверен, что где-нибудь в Тибете тысячу лет назад человек, ну, в принципе, ушедший в нирвану, гораздо лучше представляет о мире, чем мы. Вот. И философия европейская, пытающаяся зафиксировать в тексте, мы делаем все же некие проекции. Вот. Они нам помогают кому-то в большей степени, кому-то меньше сформировать свое понимание. Если считать, что целью философствования является расширение понимания и написание текста, тогда все претензии к текстам снимаются. Текст это всего лишь, ну, промежуточный этап, инструмент, проекция, которая всегда неконечна. То есть как бы ты вот... Ты понимаешь, что тебе нужно сделать эту проекцию, ты ее чертишь, ты чертишь, ты прекрасно знаешь, что она далеко от того, что даже у меня в голове. То есть я вот, любой человек, который пишет, он прекрасно понимает, что даже то, что у него в голове, это на порядок меньше. А уж то, что там, к чему подключена его голова, это вообще близко не лежало. Ну, это некая проекция. Для чего она? Для того, две цели. Индивидуальная цель. Потому что когда я пишу, я сам больше понимаю. Чисто практическая, утилитарная, эгоистичная цель. Мне хочется получить кайф от того, что я понимаю. А другие будут читать этот текст. Ну, кто-то получит, кто-то нет. Может, текст пролежит тысячелетия, никто не прочитает. Это уже... Ну, как с поэзией. То есть в данном случае я бы относился... Очень часто ставлю между поэзией и философией знак близкого. То есть они отличаются только тем, что результатом. Что текст поэтический, он алогичен, иррационален. А метод философии иррационален. Но, в принципе, по значимости, по оценке, по оценке истинности... Ну, как оценить истинность поэти? Ну, никак. Нравится? Нравится. Ну, так и философия. Вот близко мне... Вот я... Совпали, мой взгляд, моя проекция внутренняя какая-то с Гегелем. Я считаю, о, Гегель правильно написал. Гегель неправильно написал. Гегель просто... Его проекция совпала с вашей проекцией. А у Сидорова с Кантами они спорят. О чем спорят? Просто разные проекции с разных сторон люди видят. Ну, то есть, грубо говоря, считаете, что философии истины нет? В принципе, вообще. То есть это понятие... Ну, что такое истина, у меня отдельно там история, но если говорить о чем-то... То есть вообще истина – это не объект. Не объект. Это не объект. Истина – это состояние человека, познающего, в момент познания. Нет, ну, допустим, в науках уже конкретно... Истинность. Есть понятие истинность. Вот есть истинное суждение. Да, в науке есть истинное суждение. Ну, как переменное. Что? Ну, есть переменное, как бы... Нет, ну, не переменное суждение. Есть суждение, и у него есть атрибут – истина ложная. В конкретной науке, вот в конкретной логической системе у этого суждения есть... У любого суждения, просто так по себе взятого, нет ни истинности, ни ложности. Оно обладает в конкретной системе. И в науке, да, есть истинность и ложность, но истины как таковой... Я не знаю, что это такое вообще. Нет, но как бы система... Одно дело – логическая система, другое дело ведь, допустим, и наука, это в общем-то, наверное, философия, она же опирается на некий опыт, все-таки. Ну, философия, на какой опыт не опирается, а наука, сейчас давайте опыт оставим, а в науке. Да, она опирается на опыт и говорит, что вот если мы данными инструментами в данное время, в данном месте ткнем сюда, мы получим то-то. Это вот есть опыт, если мы проведем это сто раз и получим одно и то же, это будет истинное эмпирическое суждение. Это не истина. Это истинное эмпирическое суждение. И если мы возьмем логическое уравнение или формулу, посчитаем так, это будет истинное теоретическое суждение. Мы их сравним, и мы получим истинно-научное суждение. То есть это не истина, это всего лишь некое суждение, получаемое рациональным способом, объективно, независимое от человека. То есть это либо повторение экспериментов, либо логика. Но это не истина. Когда вы говорите, что это не истина, значит, есть все-таки понимание того, что есть истина. Нет. У меня нет такого-нибудь. А если у вас нет такого... Я говорю, что это соответствует понятию истинность. Но если я говорю, что это стол, я могу сказать, что это не крокодиабло. Я не знаю, что крокодиабло. Я не знаю, что такое истина. Я знаю, что это истинное суждение, поэтому оно не истина. Я знаю, что это стол, поэтому это не крокодиабло. Ну, конечно, если мне объяснят, что это крокодиабло, что крокодиабло – это плоская поверхность с ножками. О, да, это оно и то же, стол равно крокодиабло. Вот если мне пояснить, что такое истина, тогда я скажу, да, да, да. Мы обычно под истиной абсолютно, да, абсолютно понимаем. Абсолютная позиция. Вот с абсолютной позиции... Абсолют не выговариваем, не имеют ничего, тогда это ничто. Вот вы пишете все проекции, а как бы вот если была бы вот некая правильная абсолютная позиция... Ну вот если была бы, но ее в принципе быть не может. Ну как, ну люди верят, в Бога-то верят. Нет. Дело в том, что здесь есть такое возможно, что если рассмотреть нирвану или высшую стадию, скажем, христианского мистицизма, да, когда человек говорит с Богом и причастен к атрибуту, да, вот, то в принципе, да, он находится в тождественном состоянии с атрибутом. Но, возвращаясь назад, он ничего сказать не может. Мы говорим о том, что может ли теория соответствовать. Вот теория не может. Что человек может войти в это состояние как-то, каким-то образом быть причастным. То да, но мы говорим только вот об этих, о проекциях. В смысле, о рациональном. Вот рационально, рационально, проективно, не может быть причастным к абсолюту. Только как отражение некого аспекта. А то, что... А человек как живой может, да? Ну, я бы не сказал, что это уже живой человек, это нечто другое. Но, скажем, некий опыт, в принципе, доступен, да. Но он не может это сказать. Чуть-чуть ближе, скажем, к этому пониманию в искусстве, да. Человек может чуть прикоснуться. И поэтому он может это изъяснить алогично, иррационально, как-то, какими-то неуловимыми вещами, да. Он сам не понимает, как он это сделал, и мы не понимаем. Там нет критерия соответствия. Мы так чувствуем только. Вот мы чуть-чуть причастны, а каждый как-то причастен к абсолюту. И вот эту причастность к абсолюту мы только чувствуем, но выразить не можем. Вот мы смотрим на картину, да. А другой нарисовал точно так же. Вот все, все, ну, ничего нет. Вот. То, что можно высказать рационально, то, что можно выстроить критерий какой-то, не имеет отношения к абсолюту. То, что критериально. Вот. Мне просто всегда считали, что абсолют постигается именно мышлением, разумом. Да. А у вас получается, что он постигается каким-то мистическим способом. Нет, нет. А рогично? Нет. Дело в том, что есть же разум. Разум. Одно дело, разум Канта, Геккеля, там скажем, ваш, нахрен, мой разум, каким-то образом постигает. Но то, что в результате получается, то есть я могу молчать и радоваться моему постижению. Но когда получается бумажка, бумажка, это всего лишь никакого отношения не к истине. Нет, бумажка согласен. А вот люди друг к другу говорят, пускай они говорят. Да, они говорят языка, языков. То есть в данном случае это то же самое, как текст. Любая объективация, любая объективация это проекция. Ты пользуешься языком, ты пользуешься логикой. Как только ты пользуешься некими, это ты, то есть любой язык это редукция на нижний уровень. Ты находишься, твой разум находится на каком-то уровне. Это следующий этап революционистской философии, когда вот понятие уровня субъекта. То есть когда ты находишься на неком уровне, то когда ты объективируешь свое понимание, ты всегда пускаешь его ниже на уровень, на редукцию, на некую проекцию. И там мы пытаемся общаться. Но оно всегда неадекватно тому, что выше, твоему разуму. Да, можно постигнуть разум, да, можно, но разум это не нечто неформальное. Это нечто, то что мы потом через рассудок только пытаемся чуть-чуть... Зачем нам нужна логика? Зачем Гегелю потребовалось такой сложный логический аппарат? Если бы разумом было просто зафиксировать формальной логикой. Это по сути как поэзия. То есть зачем уже такой сложный язык, чтобы запечатлеть вот эту причастность к абсолюту? Так и Гегелю потребовался как-то изощренный язык. И то чуть-чуть передал, и единицы понимают. То есть получается, что если бы он попроще, он бы вообще ничего не передал, а чуть посложнее вообще никто ничего не понял. То есть он нашел какую-то одну грань, тем более в чем преимущество Гегеля, вот если рисовать. Что у него, то есть если, скажем, все теорики, все проекции философские, они фиксированы, то диалектика Гегеля заключается в том, что он начинает как-то вот так, и он ее двигает. У него проекция двигающаяся. И по идее у него было так, что проекция должна была очертить круг и вернуться назад. На каждом этапе он фиксирует какой-то элемент. В целом это не создает, не является формально-логической системой. То есть он именно отказался от формально-логической, потому что формальная логика – это всегда жесткий чертеж. Он отказался от правил черчения и стал пытаться рисовать ленты Меобиуса какие-то. Стал пытаться делать парадоксы графические, которые любой чертежчик посылал, что чуть-чуть не сходится. Ну, парадоксы есть. И вот за счет этих парадоксов он попытался, насколько получилось, настолько получилось. У него все равно получилась система, некая вот проекция. Вот что сделал Гегель. Он попытался двигать проекцию вокруг Абсолюта. Но она всегда, в каждый момент остается проекцией. Она всегда в тексте. И вот почему сложно людям понять Гегеля? Потому что человек читает, он берет, открывает книжку, читает фразу. О, эта фраза ничего не значит, если ее не связать ни с началом, ни с концом. Либо читает так. Так, что там у Гегеля в конце? А, вот такие-то выводы, ну, как в любой книжке. В конце прочитал выводы. Это бессмысленно у Гегеля делать. Потому что он создал вот этот оборот вокруг своего разума. И если ты за ним не пройдешь все это поэтапно, ты ничего не поймешь. Вот единственный... Да, Гегель это единственный вариант, который как раз демонстрирует эту схему. Что нужно двигаться. Постоянное движение должно быть. Можно еще? Да. Вы говорили, что, скажем, истинное научное суждение, это как бы... Есть истинное теоретическое суждение, там истинное эфирическое, и соответственно. Но, допустим, теорий-то может быть много, а в области опыта там нет никакого религиозма. То есть мы не можем, условно говоря, там одним инструментом так и получить одно, а взять другой инструмент и получить что-то, какой-то... Словно говоря, нет опыта один и опыта два, понимаете? Есть. Дело в том, что... Почитайте... Ленский где-то сейчас... Теоретическая нагруженность опыта. Нет, 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 это один, есть еще более. В Литве живет, кажется, Ленский. У него, значит, идея была, он так, эзотерик, так скажем, да? Но технически подкованный, все. И он говорит, что вот наши приборы построены очень определенным образом и настроены на то, что мы можем измерить, что дает наша теория. Ну, вот теоретическая нагруженность опыта. И на дуальности. Вот если я... Он просто берет прибор, берет схему, составляет ее таким определенным образом, исходя из эстетичного какого-то расчета, и показывает, что закон сохранения энергии не выполняется вот здесь. То есть он меряет то же самое по-другому построенными приборами, получается, что никакая теория из наших не может объяснить, что эти теории, что эти приборы показывают. Он сберил, он у него получил, что закон сохранения энергии не выполняется. Допустим, на основе этого сделал какой-то механизм, он не работает. Нет, работает, у него там все работает, все в порядке. Дело в том, что... Что работает? В теории может что-то и работать. Нет, не в теории, в практике он показывает. Дело в том, что что мы измеряем? Мы измеряем то, что предсказывает теория. Ну, допустим... Совсем нечистично. Нечистично, нет, полностью. Теорию проективом намер. Мы берем градусник, да? Вот если дать человеку градусник, и он измерит, он скажет, Ну, риска. Ну, и что это риска? Откуда вы знаете, что это температура? Откуда вы знаете? Стасы говорят, что частично. Частично, температура частично. Вот. Более того, что, опять же, о чем речь? Назвать это истинным суждением. Допустим, солнце... Какие приборы наука? Солнце заходит каждое утро на Востоке. Истинное суждение. Оно подтверждено двояко. С одной стороны, нашим наблюдением, а в большей степени нашим языком. То есть, в языке уже записано. Снег белый, истинное суждение. Он записан у нас в языке. Но это же не истина. Но это как бы... Дело в том, что если... Вернее так, скажем так. Вопрос во многом терминологический. Если вы согласны назвать суждение... Вода закипает при стык разным градусам истинной... Это действительно истинность этого суждения, она целиком и полностью построена на наших определениях. Ну и все... Ну а, простите... Истинность этого суждения полностью сводится к нашим определениям или нет? Тезис состоит, что она хоть не построена на определениях, но полностью к нему не сводится. Если, простите, если я, допустим, скажу, допустим, что если вы потрете там шерстяной тряпкой, а стекло, так сказать, она начнет притягивать бумажки... Простите, как... Это истинность, а не как к определениям нашему источнику. Да нет, неважно. Мы будем вызвать такой разговор. Здесь термологическая проблема. Вот есть слово истинность, и есть слово истина. Вот что вы согласны назвать то, что притягивается к лимонитовой палочке? Это истина или истинность? Вот суждение... Скажем так, бесконосительное. Вот есть предложение. Предложение. А есть Б. Вы назовете это предложение истиной или истинным? Логическим выражением. Дважды два. Это истина или истинное логическое выражение? Вот. Значит, мы говорим, что истина это не суждение. Это не объект. Тогда вот все вопросы про физику, про все тут же отметаются. Потому что когда мы говорим о физике и о всем, что мы говорим, мы как бы анализируем суждение конкретное. И приписываем ему, оно ложное или истинное. Когда мы говорим, наука стремится к истине. Бог есть истина. Познай истину, то мы не имеем в виду суждения. Мы имеем нечто совершенно другое. Мы не говорим о теории. Никакая теория не связана с истиной. То есть мы говорим, что через множество теорий мы только стремимся. Так вот, если вы мне скажете, что это вот так? Я просто хочу сказать, что нельзя определить, как просто соответствие теории и опыта. Нет, соответствие теории и опыта это всегда подтверждение конкретного суждения. Вы не можете сформулировать соответствие без суждения. Соответствие теории и опыта это всегда суждение какое-то конкретное. Я потер, притянулась, это суждение. Я измерил, стрелка отклонилась. Я взглянул, увидел. То есть это всегда суждение. И суждение всегда будет иметь атрибут истинности, но он никогда не будет истиной. Ну, либо называйте это истиной. А если суждение, скажем, такое предсказательное, то есть если я сделаю тот, то будет суждено. Само суждение. Хорошо, но ведь оно может быть ошибочным, да? Ну, тогда можно, тогда быть ложным. То есть у каждого суждения есть атрибут истинности и ложности. И это не имеет никакого отношения к слову, если нужно четко это два понятия. То есть, понимаете, когда я говорю истинное решение задачи я посмотрел в конце учебника, или истинность теоретического предсказания подтверждена опытом, это одно понятие. Когда я говорю Бог есть истина, и наука стремится к истине, это другое понятие. У нас есть два понятия и два слова. Их как бы смешивать, у них только один корень одинаковый. Я понимаю. У них корень одинаковый. Поэтому все, что мы можем сказать, это истинно. А вот что такое истина, оно не философски, не научно, не фиксировано, не притемно, и вообще бессмысленное понятие. Оно, нет, это для, вот я могу на себя сидеть и говорить, о, я хочу познать истину, ну и что с этого, да? Или, о, я чувствую истину, ну и что с этого? То есть оно, оно не имеет вообще ничего под собой, кроме вот этого порыва познавательного. То есть... Ну, обычно я говорю, вы понимали как предел некий, вот есть некий предел, абсолютно, абсолютно предел. Ну вот, нет, я бы не сказал, если бы мы стали пробивать теорию к теории, за теорией, за теорией, это значит суждение, 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 и любой предел будет суждением. В цепочке суждений пределом будет суждение. Хорошо, но это суждение, ну, там, оно будет разрастаться. Оно никогда не будет. Не одно суждение, а много суждений, то есть в виде многих теорий, они будут разрастаться, разрастаться, и в конце концов превратятся в нечто, что можно будет как вот конгломерат назвать истиной. Оно и так есть. Оно есть и сейчас. Все это, вот если ты познаешь, чувствуешь, что это абсолютно и сейчас, и до, и там, и сидя в медитации, так вот это оно, оно есть, но оно не фиксируемо никак. И оно не где-то там, оно всегда здесь. И поэтому, я, где-то у меня статья есть, ты, как раз, выкладывал это на штурме. Эмоционально-познавательная теория истины. Истина – это то, что мы чувствуем в момент превращения понимания. Вот я вот моментально вот сейчас что-то почувствовал, что-то, и вот я ощутил, вот тогда мне доступна истина. Не там где-то, а вот здесь во мне в момент, когда завтра, когда я это узнаю, это не станет истиной. Или я записал это, записал то, что мне на утро посмотрел, или на завтра, или другому показал, вот это не истина записанная. Но в момент, когда я ощущаю изменение своего понимания, я ощущаю истину. То есть истина – это внутреннее ощущение познания, стремление познания. Поэтому мы говорим, мы движемся к истине. Мы движемся именно не потому, что она там, а в момент движения мы ее ощущаем. Мы ощущаем в момент движения, и мы проецируем вот это ощущение истины в момент движения на то, что мы правильно движемся. И тогда мы говорим, оно там, да, вот, без разницы, куда мы двигаемся. А получается так, что два философа двигаются в разных направлениях, развиваются разные теории, и оба ощущают истины. Но это не значит, что вот у одного там истина, у другого там истина. А значит то, что у каждого из них здесь истина. Они оба двигаются, и в момент движения они ее ощущают. Как вы определили? Истина, она даже к истинности отношения не имеет? Чуть-чуть имеет. Чуть-чуть оно имеет отношение к истинности, только в том плане, что обычно продвижение в познании, рациональное познание, связано с получением истинных суждений. Да, ну как бы тут же два человека одно и то же могут испытывать, а как бы... То есть скажем, когда я решил задачку, получил правильное решение, да, у меня может возникнуть ощущение истины. Но это не значит, что это истинное решение, а то, что оно сопровождалось. То есть истинность суждения часто связана с ощущением истины, но это разное. Может от более логичных выводов перейти к менее логичным, и чувствовать при этом как бы что-то... Может быть, да, даже, скажем, такие вот извращенные примеры, когда люди уходят в секту, или наркоманы, у них происходит изменение понимания, они чувствуют, что... Хотя со стороны мы видим, что они дегратируют в секте, но они чувствуют истину, потому что у них есть изменение уровня понимания. А человек не всегда может ощутить, оно возвышается или понижается. Но вот любое изменение понимания человек ощущает эмоционально. Так вот, в секте человек считает, что он ближится к истине, хотя уровень понимания его понижается. Вот, вот я бы трактовал истину только как ощущение, сопровождающее познание. Оно имеет познание. Оно имеет к познанию непосредственное отношение, но не как цель, и как что-то там... А именно она как цель только потому, что человек подсаживается на ощущение истины и хочет двигаться дальше. И он ощущает ее, как он ощутил вот этот порыв, он еще, еще хочет. И он видит это движение, говорит, а я двигаюсь туда, и значит вот она там. Там нет ничего. Он умрет раньше, чем до чего-то. Но оно ощутит истину, оно ощутит истину в момент превращения своего познания. Вот, ну, есть другие, хотя других пониманий истины я еще не видел. Ну, на самом деле, рассказывайте истину, которая соответствует пониманию Хайдигера. Вот есть истина, это эмоциональное переживание. Сопровождающее процесс познания. Именно познание. Ну, не обязательно. Нет, 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 нет. Именно познание, вернее сказать, изменение понимания. Это не любое. Нет, 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 ну... Изменение понимания. Хотя оно может быть и... То есть оно именно с познавательным процессом. Ну, хотя при этом может деградаться. Ведь люди же, например, которые понимают воздать, они же тоже в какой-то момент понимают... Да, 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 у них смещаются. А я спрашиваю, а какой же ты истине пришел? А он не знает, но он ощутил... Вот это вот, возвращаясь к нашим, момент, когда смещается плоскость. Вообще, что такое познание? Это изменение нашего чертежа. То есть, когда мы изменяем ракурс, изменяем уровень свой, мы начинаем видеть ту линию, которая была скрыта. Вот, мы меняем свою действительность. И вот способность двигаться, менять свою проекцию, это и есть способность познания, ощутить истину. То есть, по сути, когда я сместил чуть плоскость, я увидел нечто, я узнал. То есть, если я... как я могу хоть что-то узнать об Абсолюте? Только тогда, когда я переключаюсь между разными плоскостями, и вот каждая плоскость неистинна. Она не является правильной, она не является... она сама по себе застывшая. Но когда я переключаюсь, и ощущаю некий вариант между ними, вот тогда я приближаюсь к понятию Абсолюта. То есть, именно на переключение, на момент переключения. То есть, понятно, понятие Абсолюта это тоже некое переживание. Это не некое переживание. Типа истинное. Типа истинное. Но это дух времени, на самом деле. Все, что Александр рассказывает, соответствует тому, что сейчас очень многие об этом так думают. Начиная с Тайдегер, ну у него немножко, конечно, свое, мы же понимаем прекрасно. Там в него есть близкие. Ну вот, что Абсолют стал переживанием, и что, в принципе, он находится, как вы показываете, где-то внутри человека, это на самом деле дух времени. Что как раз все стало, ну вот я вот слово субъективность, это такое употребляю, что все стало субъективным. Ну, здесь... Не в плохом смысле, а в хорошем. Да, плохое слово. Неплохое. Потому что, да, ну, субъектное. Да, субъектное. Я часто субъектное спорю. Могу, поскольку мы чуть-чуть вот с этим... Да, кстати, я не ответил, забыл просто, когда вы спросили про этические моменты эритивизма. Да, да, да. Да, я сказал, что это вообще касается такой философии. А забыл, мне там целая глава на эту тему. Ну и главка. Так вот, в этике эритивизм – это великое благо. Если его правильно понимать. Не понимать, как... Все позволено. Если нет Бога, то я бы делал все, что угодно, да? Дело в том, что... Раскольников пошел и убил. Именно. Из теории эритивизма. Абсолютизация в истории человечества, именно абсолютизация каких-то этических норм привела наибольшим бедом. Когда человек абсолютизирует либо религию, либо идеологию, либо некую теорию, вот тогда он получает индульгенцию, право, на уничтожение тех, кто другой. А если человек имеет причастность к каким-то нормам, даже другим, то салютизм утверждает, что все нормы одинаковые. Что и магометанство, и христианство, и буддизм, они одинаковые эти нормы, имеют одинаковый статус. Вот что эритивизм. Что каждые нормы фиксируются только относительно своего окружения, относительно своей системы. И от того, что они в другой системе, они не хуже, не лучше. А абсолютизм говорит, что чужие нормы не являются нормами. Вот. И именно эритивизм – это признание права всех норм одинакового. Вот. И только тогда, поэтому он гораздо прогрессивнее, чем любое существо. А зачем тогда следовать нормам, если они везде одинаковые? Нет. И вам, лето. Дело в том, что если ты существуешь в обществе, ты обязательно следуешь в обществе. Ну, это понятно. Это законно. Это чертеж, это логика, по которой ты существуешь данной проекцией. То есть, либо ты можешь не существовать, ты можешь уйти, ты можешь пойти в схему куда-то. Но если ты существуешь в некой проекции, в данном случае это проекция социальная, да, то ты следуешь этим нормам. Нет. И ты, допустим, следуешь необходимым нормам. Ну, допустим, исполняешь закон, да? Да. Ну, кроме законов, что ты делаешь что-то большее в этот момент. Потому что это же нравственные вещи, правильно? Которые никаким законам не регулируют. Нет. 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 Дело уже нравственное – это тоже вопрос более сложной нормы, другого порядка. Есть, как бы, это уже религиозные касаются, не только социальные. Скажем, какая-то религия там своя нравственность, другая религия, другая нравственность. То есть не нужно путать две проблемы. Есть одна проблема – это релятивность различных систем норм и отношение внутри данной системы к выполнению этих сфер законов. Если ты переходишь от внешнего уровня на более высокий, у тебя рождаются тоже некоторые переживания, которые, можно сказать, нравственные. Ну, это другая... Ну, например, у вас вообще-то принято воровать, да? А ты с какого-то взялся? Ну, да, да. Почему воровать? Ну, вот, например... Произошло чудо, и ты люкал. Кто-то молится иконе, а кто-то считает, что икону молиться бесполезно. Вот так с этим выглядит. Да. И тот момент, когда он все не молился, не молился, он вдруг начал молиться иконе, он чувствует определенного рода переживания, которое можно назвать каким-то вот переживанием святости, допустим. Я просто продолжаю Александру развивать на различные... Нет, Сергей Павлович, моменты. Вот мы затрагивали, у меня есть два, коррективизм и субъективность. То есть обычный объективизм обвиняется в том, что все сводится в субъективности, к личному мнению, и все, на что я обычно отвечаю, извините меня. А у Канта, Гегеля, Платона, Аристотеля не личное мнение было. А, кстати, вот в языке можно еще маленькое замечание? Я вот не согласен, что пределом последовательности суждения является суждение. Непонятно, что является пределом. Ну, Стас, Стас, ты можешь сказать, типа того, что последовательность ряда рациональной, построенность рациональных чисел и число действительное почти всегда. Ну, это, как бы, это просто математическая аналогия, но это... Дело в том, что... И к этому хотел апеллировать, скажем так. Здесь вопрос, как Плат говорил, что если мы на этом... Ну, да, действительно, если возьмем поэзию, да, что пределом поэтических строк стихотворения в конце является не последняя строка, а ощущение всего, да, тогда да. Но если мы рассматриваем формально, мы говорим о том, что можем ли какая-то теория быть истинной, или может ли суждение. То есть, вот, когда мы логически выводим, имеем логику и формальную систему язык, то на уровне языка всегда будет только язык. А другое дело, что ты... что эта система... как она воспринимается на другом уровне, так? То есть, эта система всегда есть совокупность суждений. Но, как бы, если идет развитие от теории к теории, да, то вот этот, как бы, предел, если он есть... Ну, это только теория. Ну, как? Ну, это непонятно, что это. Ну, извините, ну, как может... Ну, если я возьму конструктор, вот, что бы я ни собирал из конструктора, это получится все равно геометрическая фигура. Ну, как, вот, действительно, в математике, да, определенная последовательность рациональных чисел может быть и рациональным числом, объект, который определяется совершенно иначе. Дело в том, что в математике есть нерациональные перескоки, которые более-менее как-то объективированы так, какими-то там... То есть мы понимаем, что от арифметики к анализу, от анализа к комплексному анализу нет прямого перехода. То есть там есть некий вот такой перескок, который мы, в принципе, воспринимаем математику в целом, но она настолько иерархична, и между ними нет. Так вот, в логике, в принципе, сейчас логика у нас не иерархична. И, может быть, действительно, я соглашусь, что, возможно, такая логика, что подсветственность суждений приведет не к суждению. Ну, хотя это... Ну, это нонсенс, потому что в любом случае... Опять же, рациональное число приведет к рациональному числу, но только к числу. Но потом он не приведет. Ну, вообще говоря, рациональное число с точки зрения математики, это уже... Но в любом случае, сколько ты не оперировал с числами, ты не получишь что-то. Мы пытаемся столкнуть силу и проблему, да? Ну, то есть, стоит вопрос такой, что если в процессе познания рационального, логического, языкового, может быть что-то, кроме языкового... Но если это будет даже что-то, это будет объект. Некий рациональный объект. А если это будет некий рациональный объект, это не будет истина. То есть, у нас по определению истина, это не объект. Это не то, что на что можно указать пальцем. То есть, если на что-то можно указать пальцем, это однозначно не истина. А почему, кстати? А потому что, если на что-то наказываешь пальцем, значит, рядом стоишь что-то другое. Ты не можешь... Это свойство абсолюта, кстати. Свойство абсолюта. То есть, если ты показываешь на абсолют пальцем, то тогда, значит, выделяя... Есть пространство. Да, да. То есть, если я показываю книгу, значит, есть еще листок, стол, что-то рядышком. То есть, как только ты говоришь истину и показываешь пальцем, выделяешь в пространстве направление, место и время, то, значит, это уже не абсолютное. И, значит, рядом есть то, относительно чего ты это указываешь. Ты показал не туда, а туда. Значит, истина не одна. А если не одна, то это не истина. А может быть, истина же тоже имеет какую-то структуру? Не имеет. Как только ты указываешь какую-то структуру, то, значит, это объект. А, значит, это объект, значит, он множественен, значит, это не истина. Можно структуру иметь. Но вот как у вас проекция. Ну, тогда это не единый. То есть, проекция не может быть одна. Как мы уже говорили. Проекция по определению не может быть одна. То есть, саму словод проекция, да, она может быть одна, но она, естественно, неадекватна всегда. И всегда должно быть много. То есть, мы всё-таки различили. То есть проекция может быть одна только в том случае, если у нас объект плоский, и тогда у него будет одна плоская проекция. И тогда мы говорим, что проекция торжественна объекту, а теория не может быть торжественна объекту. А еще вопрос. А знание возможно или возможно только познавание? Знание, ну, конечно, возможно. Нет, знание – это наше суждение. Знание – это набор наших суждений. Знание всегда формально. Все, что записано... А если мы сказать не можем ничего, да? Ну, истинное – это не знание. То есть нет истинного знания, потому что истинное знание – это просто переживание. На минуту предположим, что есть абсолютная позиция, есть Бог, который видит мир и видит его как бы истинным. Но он видит, скажем так, истинным в аспекте физики, истинным в аспекте химии, биологии и так далее. Нет, для него не существует этих аспектов. Для него не существует истина, я бы так сказал. Нет, для него мир истинно-тождественное. Вот он как раз занимает эту плоскую позицию, он сам кождественно фонирует. Нет, но все-таки истины для него нет. Нет, он сам истинно. То есть в данном случае, когда мы говорим о Боге и обсталюте… То есть истина – это специальное переживание эмоциональное? То есть если у нас есть разные аспекты познания, разные способы – рациональная наука, иррациональное искусство, религия, трансрациональные способы познания – это только на наших промежуточных уровнях. Потому что мы несовершенные, потому что мы занимаем разные уровни. Он относительно мира… То есть если мы начнем его дифференцировать, он перестанет быть Богом. То есть сразу у него мир распадется. Поэтому он истинно, он тождественный мир, он сам тождественный мир. Это мистическое понимание абсолютно. Да, абсолютно не через рассуждение. Это мистическое понимание, потому что если только мы вносим некое развлечение, то это перестанет быть Богом, перестанет быть Абсолютом, поэтому сразу получат атрибуты. Это не в абсолют, а в то, как Абсолют видит. Да, да, да. То есть как только мы вносим Абсолют, мы сразу развлечение, мы говорим о проекции. Только сразу о проекции говорим, а уже не Абсолют. То есть абсолютно ничего сказать нельзя. То есть любое до наших говорения… Давайте, если у нас время еще есть, одну интересную модельку я нарисую. Одну из аллегорий, аналогий, чтобы понять, что такое релятивизм в действии философских. Да, еще хотел бы сказать один момент. Вот до сих пор все, что мы говорили о релятивизме, это еще не философия, скорее всего. А то, что мы обсуждали, это метафилософия. То есть все, что мы говорили, не входит ни в какую теорию, не является теорией. Это то, что мы говорим о всех теориях сразу. Утверждение, что все, что нет среди философских теорий истинных или ложных, все они истинные, это не теория. Это метафилософское высказывание. Или предметом философии является мышление, познавательное мышление философа. Это тоже метафилософское высказывание. Есть некая непоследовательность, метафилософское для всех? Одинаковое? Дело в том, что метафилософские фразы тоже будут несколько. Оно не абсолютное. Оно будет низко, но они составляют философской теории. Скажем так, теория всегда имеет некие предпосылки, логический вывод и логическую структуру. Метафилософские, они в себе составляют и аксиому, и все целиком. Это некие такие сплаты, некие аксиомы, которые сами на себя не распространяются. То есть у них абсолютно это, как сказать? Относительно того, кто говорит, абсолютно. Но для другого ты можешь их не принимать. То есть это, как вот, скажем, некие тоже этические нормы. Это же не теория, какая-то норма, она мета какая-то. То есть можно, конечно, построить этическую теорию, когда все это завязано. А можно просто некое... Вот не убить, да? Это мета-этическое высказывание какое-то. Можно принимать, можно не принимать. Так вот, если в философии, и часто мне говорят, что абсолютный револитерист сам себя отрицает. Вот, он сам себя не отрицает. Потому что есть... Вот я же начну рассказывать уже философскую концепцию абсолютного револитеризма. А то, что мы говорили, это метафилософские высказания. Их тоже можно как бы отрицать, но они сами себя не отрицают. Потому что они говорят о теориях, а не о вообще любых высказываниях философских. Ну, у вас есть как-то вот на сайте там прозвучала такая фраза, что есть какое-то общее понимание. Тоже там вот как-то там... Вот. Вроде как. Вот как раз она, видимо, связана с этими метафилософсказываниями, да? Ну, наверное, да. То есть... То есть не полный релятивизм, все-таки что-то такое вот... И потом еще есть чисто логическое такое... Слушайте, что абсолютный релятивизм, предикат абсолютный относится не к теории, а к слову релятивизм. То есть он не утверждает абсолютность теории абсолютного релятивизма, он представляет, что в этой теории слово релятивизм абсолютизировано. И поэтому очень часто говорят, если ты говоришь, что абсолютный релятивизм, значит твоя теория абсолютная. То есть это просто логическая подмена. То есть предикат относится не к теории, а предикат относится к слову релятивизм, которое в этой теории, значит, считается абсолютным. То есть она допускает, что существует другая теория? Ну, существует другая теория, которая не отменяет другие теории абсолютно. Которая считает, что все не релятивно, допустим, как вот Гитлер. Да, да, да. Как скажем, в любой теории есть абсолютный элемент, аксиома какая-то, да? В какой-то теории Бог абсолютен. И была бы теория, абсолютная теория Бога. Это не значит, что другие теории не абсолютны, а что в этой теории Бог абсолютен. Так вот, теория абсолютного релятивизма утверждает, что в этой теории релятивизм абсолютен. Я понимаю, но рядом с этой теорией стоит абсолютная теория догматизма. Да, может быть. Рядом. Они друг друга отрицают, но тем не менее... А, давайте. Значит, есть известная аллегория, известный миф Платона из государства. Значит, пещера. Значит, есть источник света. Вот здесь проходят люди, несущие плоды. Здесь пещера. Ну, как сказать, все это будет пещера. Это стена пещеры, да? И здесь находятся люди, сидящие в пещере, и видящие тени, проплывающие на стене пещеры. Ну, и утверждает Платон, что вот истинный мир, реальный мир находится за пределами пещеры. А это узники своего восприятия, узники своих ощущений, которые принимают эти тени за реальный мир. Если бы они оглянулись, вышли из пещеры, они увидели реальный мир. То есть вот здесь никакого релятивизма нет. Просто вот констатация того, что то, что мы видим, это является всего лишь тенями некого того, чего нам недоступны. Каких-то идей, которые существуют где-то вне пещеры. Вот. Значит, я модифицирую этот миф и представлю таким образом. Нет никаких людей вне пещеры. Там ничего нет. Источник света остается. В пещере сидит множество людей. Но сидят они на разном удалении от стены. И естественно, что на стене они наблюдают тени от друг друга. Их мир состоит из теней, которые они сами отображают. Вот, допустим, все сидят спиной и могут двигаться. Но тоже при условии аллегории, что они смотрят только на стену. То есть они не могут вернуться назад. Ну да, даже с другом, если они общаются, они общаются через то, что они видят на стене. Вот. Значит, есть некие субъекты, субъекты, которые все практически поткнувшись носом в стену. Они видят мир только как пересечение света теней каких-то. Они объектов не могут видеть. Объекты – это все тени, которые мы видим. Они могут видеть только смену теней каких-то. Они вообще ничего не могут различить. Но их тени от них, вот с нашего уровня, которые, допустим, мы все сидим вот здесь, они неподвижны. Вот там. И мы всегда наблюдаем, и каждый из нас говорит, вот там неподвижная тень. Она постоянно находится вот в этом месте. Это тени от феномена, называемых феноменами. То, что нам дано пространственное, и мы видим вот эти, чуть подальше. Это, скажем, это вот камни, предметы, вещи, феномены. Они близко к области. Это, скажем, какие-то химические. Они уже как бы там двигаются как-то что-то. Мы замечаем некую закономерность его движения, но они тоже нам даны постоянно. И мы видим еще какие-то тени, которые мы не видим, откуда они больше нас всех. Вот эти, да? То есть мы нарисуем, да? То него там большая будет. Мы не можем убернуться. То есть люди, которые сидят за нами, и субъекты, которые сидят за нами, они тоже отбрасывают тени. И мы эти тени называем номенами. То есть наш мир, наш мир. Мы разделяем на тени от субъектов, которые сидят ближе к стене, феномены, и от тени, которые сидят дальше нас, субъекты, которые мы называем номенами. Их природа нам непонятна никак. И в данном случае все что, какую, то есть люди, которые, субъекты, которые находятся на одном уровне, они всегда придут к согласованию о том, что тени, в принципе, они видят одинаковые. Вот. Но вот если мы переместимся сюда, будет другая картинка. Если мы переместимся сюда, будет другая картинка. Эти будут доступны, но феномены больше, и будут понятны какие-то номены. Эти вообще никогда ничего не будет доступно, понятно. Вот. То есть мы представляем... То есть нет никакого реального мира вообще. Там, за пределами. Есть некий свет. Философский идеализм утверждает, что нам как бы не особо интересно изучать вот эти вот неподвижные тени, она ничего не дает, да? А нам интересно изучать большие тени, которые двигаются, которые номены. И он замечает, что, в принципе, если бы не было этого источника света, единого для всех, то не было бы этих номенов, и не было... Материалисты, они изучают вот эти вот маленькие тени, и замечают, что у них какие-то там вполне законы даже выходят. То есть они вот... Тени от феноменов подчиняются каким-то законам. Ну, на нашем уровне, когда мы начинаем спорить о тенях, то есть если нам стоит чуть-чуть сместиться, и тени настолько смещаются, зависит от того, как мы там чуть подальше, поближе, мы начинаем спорить. Вот, скажем, наши политические споры. Политические объекты, они находятся настолько близко к нам, да, что если я нахожусь чуть подальше, я увижу одну тень, чуть подальше другую тень, мы видимо одно и то же. Но спорим, потому что мы видим разные проекции. Но это еще легко пояснить, как отличаются уровни субъектов и споры между видениями объектами. Скажем, если стоит группа людей, толпа, просто в поле, да, и в центре стоит столб, то все увидят разные. Один с одной стороны. Написано здесь одно, здесь другое, здесь третье, да. То есть это, если мы берем близко объект, близкий по уровню толпе, вот, то все увидят с разных сторон. А если столб будет стоять далеко, вот так, да, то все увидят одинаково. Все согласятся, что да, вот это, а это в другой стороне написано чертову, не знаю. Но все вы, то есть дальние объекты, объекты дальнего уровня, все им едят одинаково. Это наша реальность, наш объективный мир, это те объекты, которые далеко сидят в пещере впереди. И тени от них вполне однозначны, фиксируемы. Вот. А это вот идеи, которые очень странно себя ведут, и мы не можем даже представить, как они больше нас, и тени отбрасывают больше. Вот. Ну, познание в данной аллегории описывается, как смещение, вот, человек познающий, это двигается подальше всегда. Ну, максимум он может достичь вот сюда. И закрыть собой все Солнце. Ну, он осветнет, то есть, он увидит. То есть... Он не упомянулся, он может ли сего остального мира закрыться. Ну, в принципе... Не, станет огромной тенью. Ну, в принципе, да. Где-то такая одна большая тень... Как Гегеля. Тень Гегеля закрыла. То есть, мир электрона, или мир гравитационной частицы, вот, вот, объекта вот этого уровня, всего лишь каких-то полут... Тень... Ну, какие-то совершенно маленькие взаимодействия. Вот, то есть, вот, это... Ну, и теперь... Вы всегда говорили, что для познавания очень важен большой живот. Вот, 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 вот. Большую часть истины может закрыться. Вот, поэтому... Вот есть еще слово. Вот, темпоральность здесь. Почему она связана? Так вот, вот этот уровень, уровень, это и есть темпоральность. Как раз и твой животик. Твой накачанный животик. То есть, у тебя темпоральность вот такая, или вот такая. Но в данном случае, она, понимаете, не пространственная, а твое место во времени. Вот. Твое познание, это расширение твоей сложности во времени. То есть, как бы так, мы не различаемся структурно, практически все. Структурно-биологически структурно, не отличаемся. Но обладаем разной сложностью. Вот. Ну, такой вот реализованный вопрос. Сложность у нас разная? Да фиг его знает. Нет, разная, разная, разная. Ну, извини меня, ты возьми дворника и возьми себя. Сложность-то разная. Это неправильное. Нет, 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 нет. Это вполне неправильное. Понять уровень. Еще меня снегом заходит. Нет, понимаешь? Ясно, что у нас сложности одинаковые. Нет, понимаешь? В данном случае, сложности, если определить просто, как число степеней свободы, число различенностей, я в человеке образованном различу гораздо больше, чем в человеке необразованном, да? Но при этом, чисто пространственно, у нас одинаковая сложность. Ну так, Георгий, всегда говорят о развитии. Вот сейчас это не мог бы говорить. Нет, ну, ты не делаешь. Один развитием выше, чем в человеке. Нет, ну, так вот, вот этот уровень развития, это есть твоя распространенность во времени. То есть все, что ты приобретаешь, это твоя сложность во времени. И опять же, когда ты доходишь до этого уровня, то есть ты, в принципе, по темпоральности равен сложности мира. Вот. Но для того, чтобы тебе что-то зафиксировать в тексте, тебе нужно опуститься вниз на уровень тогда, где есть языки. Там языков нет, зафиксирует ничего. Ты сам равен сложности миру, но опустившись, там ты вот. Вот такая вот аллегория, и поясняющая уровневость субъектов, это все субъекты, которые сами для себя являются объектами. Вот. То есть, есть только мир теней, который мы наблюдаем, который сами отбрасываем. Нет никого истинного мира. И наша картинка зависит от того, как далеко мы находимся между источником и... Ну, это регория, конечно. То есть, да. А если говорить об антологии, то в антологии напоральности соответствует уровень элементарного события и уровень абсолютного субъекта. Это уровень элементарного события. В него нет никакой темпоральности. есть некие просто... и пространства нет он, он тоже действенное пространство. А для абсолютного субъекта у него нет пространственных координат никаких, и темпоральность его максимальная. То есть он подхватывает все события. Ну, это отдельный субъект. То есть вся сложность темпоральности? Скажем так... У любого объекта, кстати, ну или там... У любого объекта есть темпоральная сложность, только в некоторых мы пренебрегаем. Скажем, если мы начнем рассматривать даже кистерическую решетку, которая, казалось бы, вся дана в пространстве, то если мы будем рассматривать на уровне времени ядерного взаимодействия, то она тоже распределена во времени. То есть она тоже имеет некую... То есть она не мгновенна. Ну, очень хорошо темпоральность можно пояснить, скажем, на аналогии с компьютером. То есть, скажем, если мы берем событие на экране монитора, да, оно для нас мгновенно. Вот что-то произошло-то вот. Но если мы будем рассматривать на времени выполнения программы высокого уровня, там будет много-много операторов различных, то есть вот у него сложность вот такая, да. Но и эти тоже операторы, как бы мгновенно, вот выполняется какой-то риф, он как бы единичный. Он не раскладывается больше ни на что на этом уровне. Он из сотен состоит команд процессора. А каждая команда процессора соответствует по темпоральности сложности электронным взаимодействиям. То есть вот вложенность, вот эту вложенность сложности темпоральной обычно в физике не учитывается. То есть она как бы вот, ее не существует. И когда мы говорим, это очень ярко видно на примере понятия состояния объекта. Вот когда мы берем состояние объекта, мы обычно в физике рисуем так. Вот есть ось времени, да, вот есть некий объект, объект, и у него какая-то характеристика, да. И вот в другой момент времени у нее характеристика другая, да. То есть мы говорим, в этом моменте у него состояние было такое-то, а в этом у нее состояние было такое-то. А теперь смотрите, а что такое состояние мелодии в момент времени? А что такое состояние биологического организма? То есть если мы припишем биологическому организму все характеристики, вот если мы возьмем здесь газ в колбе, то в момент времени все характеристики этого газа присутствуют. Давление, температура и объем. Если мы возьмем живой организм в момент времени и прогнозируем все физические характеристики, Это не будет описание того объекта, который перед нами. Живой организм занимает вот так вот во времени. То есть мы должны представить, что его сложность как-то распределена, и мы в данный момент воспринимаем только некий срез. Видим срез, плоский срез. Если мы остановим, то он не будет живым уже. Вот в чем отличие механизма от организма? Если механизм мы останавливаем и анализируем, мы получаем полную информацию о механизме. Полную. А если организм берем и останавливаем, то мы по положению всех молекул не восстановим сложность этого организма. А тем более, если это интеллектуальный организм, если интеллект. То есть вот мы остановили мозг, хоть ты тресни, но не получим вот в этом разрезе сложность. Но это вот отдельная история с темпоральностью. И она завязана на абсолютной эвективизме, именно тем, что темпоральность является тот критерий, то дополнительное измерение, по которому мы можем различать объекты по уровням и субъектам. То есть если в обычной философии мы все субъекты считаемся одного уровня, то здесь мы различаем, как вы на этой аллегории, разные и разной темпоральностью. И, по сути, когда мы обучаемся, познаем что-то, увеличиваем свою сложность, увеличиваем сложность непространственно. У нас ничего не происходит пространственно при обучении, но мы увеличиваем свою темпоральную сложность, мы становимся объектами, более сложными, распределенными во времени, и нам становятся доступны более другие номены, и по-другому представляются и феномены. То есть познание – это процесс поднятия тела субъекта от уровня элементарного события до абсолютного субъекта. От элементарной темпоральности до абсолютной темпоральности. Но это не с помощью логики происходит, да? Частично можно с обычным образованием. Раньше считалось, что логика вневременная, она обещается. То есть обычное образование – это тоже увеличение темпоральности, но в очень маленьких пределах. Потому что если ты хочешь достигать большего скачка, это обязательно задействованы будут иррациональные моменты, ну, в принципе, любое творчество, иррациональное творчество. Либо это будут трансреалистичные практики всякие, трансперсональные. Я использую трансреальные. Трансперсональные – здесь мне термин не нравится, потому что он завязан на психологию, на персону. Трансперсональные – это все-таки завязано на психологизма. какие-то, да. Вот. Я посмотрел, поискал в интернете, нашел пару раз использование, но мимоходом. Ну, не как термин. Термин вел я, это трансреально. Хорошо. Ну вот. Сейчас, время закончено. Время сейчас 38, сами думаете. Ну, все, давайте. Нет, давайте, связывай. Потому что, если вопросы... Будут какие-нибудь, что? Может, тогда выступления по ходу этого дела? Какие-нибудь? Что? Выступления, выступления. в конце. Есть что-то сказать? Такого объемного. Мне, например, доклад показался чрезвычайно интересным. Я даже в определенные моменты испытал, ну, безусловно, не превращение, собственно, нового знания, а некое статическое состояние, о котором мы только так и говорили, благодаря докладчику. Ну, вот. Поэтому есть тут над чем подумать и с чем поработать. На новый, на некоторый целый ряд удалось бросить мне внутренне, в себя, да, насколько это возможно. определенный уровень, новый взгляд. Поэтому я вот так благодарен, надеюсь, он нам еще расскажет много чего интересного и столь же взывающего к экстатическому опыту. Кстати, вот про экстатический опыт. Книжки, третья часть, третья часть, которая называется трансреальная. Она художественная. То есть, по сути, это, когда я говорю, что когда человек приближается к пониманию, он обладает, появляется у него язык повествования на другом уровне, на другой проекции. То есть, это, по сути, то, что вот я сумел каким-то образом через философию, через рациональность, через понятие революционизма и темпоральность выйти на трансреальные практики. И это текст, написанный в духе и поэтике и в логике трансреальных текстов. И люди, которые читают, это вот... А вы подесите, у вас эти тишки сохранились еще? Нет, я оставлю. А, то есть, вот так даже. Да, я оставлю отзывки, что... Вот. Ну, я мог бы тоже сказать, что, на самом деле, эта теория является вполне современной в духе времени. И вообще, говоря, все теории, какие сейчас выходят, они вот выходят примерно в таком ключе, что действительно надо рассматривать, что существует очень много позиций, все позиции надо учитывать, как бы нет никакой абсолютной позиции. Это вот... Она... Эти, в принципе, зафиксированы, начиная, наверное, с Ницше. Вот Ницше, наверное, первыми, на мере, так говорят. Да, 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 да. То есть, вся, в принципе, трансреальная философия вся пошла с Ницше. То есть, если не считать, какой древнерелигиозные источники, а вот европейское осмысление и теоретизирование, это пошло с Ницше. Единственное, что вот просто эта тенденция немножко антигуманная, вот с моей точки зрения, потому что вот эта вот атомизация, да, вот если можно так выразиться, она не зная, куда приведет потом. В итоге люди перестанут друг другу понимать. Нет, наоборот. Это, кстати, ну в книжке там есть отдельный такой пример. Трансгуманная. Не антигуманная, трансгуманная. Многие понимают взаимопонимание, как признание, чтобы человек встал на их позицию. Вот. И очень часто, давайте найдем общие точки, давайте согласованную позицию. Да, я говорю, зачем? Вот есть одна точка, есть другая точка. Если мы их полностью дождествуем, то это не будет взаимопонимания. Это будет одно понимание на двоих. Вот. И взаимопонимание, коммуникация, возможно, только при разности. И именно при понимании равноценности. То есть это, наиболее гуманно. Когда я понимаю... Хотелось бы, чтобы понимание могло состояться, у вас же оно может состояться только в смысле какой-то проекции. То есть я могу понять вашу проекцию того, что вы говорите. Я все равно не могу в ваш мозг, так сказать, влезть и понять. Получается, с вашей позиции. Нет, если исключить, это вообще невозможно. То есть это просто исключить. Это невозможно. То есть это цель не ставить. То есть вопрос в том, что пока, если ты ставишь эту цель, ты будешь сетовать, что ты ее не достиг. То есть просто нужно исключить. чужое сознание недоступно, чужая действительность недоступна, чужое понимание недоступно. У вас более того, там, полной высотой уничтожается такой сектор, как критика. То есть она вообще... Нет, почему? А зачем она? Нет, если не... Это хотя бы чат тяжей. Это хотя бы чат тяжей. Пожалуйста, ты критикуешь, что у меня вот здесь вот линия не сошлась. Ах, да, извините, я тут переперессовываю. То есть критика именно это... Нет, ну, например, другой позиции. Вот я в одной своей позиции, а какая-то другая позиция. Это невозможно. Ну, а как же поэзии? Что ж, я буду критиковать, что, извините, это... Я помню, в студенческие годы был на встрече с Тарковским, очень молодой это был, вот, и... Андрей. Нет, 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 даже сейчас Инин же умер тогда. Андрей, да. Ну, и все. Вот. Ему задали вопрос. Как вы относитесь к творчеству, к Бодрючка или кого-то, как бы режиссера? А как я могу относиться к нему? Он же снимает не так, как я. Ну, то есть просто забыть его. То есть если человек думает не так, так и... Это нормально. И не нужно стремиться. То есть это норма. То, что мы не можем винить, там, Бродского за то, что он пишет не так, как Пушкин. Или там, поэтов сравнивают. И философия нужна то же самое. То есть вот человек видит, вот его срез такой, да. Можно либо вообще не обращать внимания, либо сказать, ну, ладно, есть. А можно попытаться и задать себе вопрос, если он что-то там видит. Может, я могу тоже вот ставить на его точку зрения? Это не говорит о том, что я увижу то же самое. То, что все прочитали, сотни, тысячи людей прочитали Гегель, это вообще не говорит о том, что они понимают, что пишет Гегель. Но что-то, то есть какие-то, то есть что-то они для себя там добавили. То есть не нужно ставить вопрос о том, что, опять же, есть ли цель познания видеть только превращение, расширение, углубление своего понимания, то эти проблемы все снимаются. Я не ставлю перед собой задачу понять Гегеля. Я ставлю через тексты Гегеля как-то расширить свое понимание. Если мне это интересно. И тот человек, который кричит, что Гегель – это ерунда, это все чушь, бред и все, вот нужно только вот там Лосева Платона или вот только та-та-того-то, то это, ну, просто человек заведомо вот ограничивающий себя. Ну, имеет право, но... и все, И вот,